Не все готовы к избыточному вниманию, потому что некоторые люди просто комплексуют от этого. Как большинство людей, которые претендуют на оригинальность и стиль, носят шарф? Они его завязывают простым французским узлом. Одна петля. Вот так. Но мы же не хотим быть как все, поэтому мы вяжем его по-другому. Вот эта штука, не знаю, как она называется по-русски. Телезитер нам рассказать немножко про тебя. Миллион доллар и парень, который вообще... Забудьте, ребята, об этом. Привет, с вами Инглишус. Друзья, сегодня нас пригласили в магазин Форенд Хэнд. Этот замечательный человек, которого зовут Томаш, производит галстуки ручной работы. Человек несет в себе культуру, человек в себе несет стиль и образ. И сегодня мы с ним познакомимся, и он нам расскажет, каким образом он пришел к этой индустрии, и почему именно галстуки, и почему именно стиль. Томаш, привет, большое тебе спасибо, что ты пригласил меня в гости. Я думаю, что всем нашим подписчикам очень интересно будет узнать о тебе, кто ты, как ты попал в эту индустрию, чем ты вообще сегодня занимаешься. Сегодня у меня выходной день, поэтому мы, как обычно, выходной день, что-то снимаем. Снимаем сегодня видео с тобой. Спасибо, что ты пришел к нам. Я хочу еще подписчикам, телевизитерам рассказать немножко про тебя. Все, Сергей всем знаком, про твой стиль. Много читал комментариев, что вот эта кепка у тебя, кепка, 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 что это вообще ужас. И вот, и я тебе скажу, продолжай, продолжай, это твой стиль, ты можешь ходить в костюме, можешь ходить при галстуке, без галстука, но оставайся с кепкой. Это как бы твое, это твое, это твой стиль, как у известного Стива Джобса, некоторые пугают с Билл Гейтсом. У него тоже черная водолазка всегда, да, все говорили, он мог бы поменять. Нет, это его стиль, и в этом движении надо идти, и мы тоже этим занимаемся. Я сам свой стиль ищу. Прекрасно. Томаш, и все-таки расскажи, чем ты занимаешься на сегодняшний день, и почему ты пришел именно к галстукам, что тебя подвигло к этому? Я уже 7 лет в Москве, работаю тележурналистом, корреспондентом польской телекомпании. Занимаемся в основном новостями. И я, когда начинал работать на телевидении, это было в 2012 году, я покупал пачками галстуки со скидкой в магазинах, потому что я тележурналист, у меня должно быть много галстуков. Пластмассовые, наверное, галстуки. Ну, в общем, шелковые, но шелк разным бывает, бывает тоже искусственный шелк. И со временем мне уже надоело этих всех таких жаккардовых галстуков, которые везде. И я начал себе искать фактуру. Искал себе шелк-шантунг, это дикий шелк, такой необработанный, некоторые говорят изношенный, есть такие. Или гренадин, то, что у меня сейчас, шерсть с шелком. И понял, что этого в Москве нет. Я заказывал в Европе, в Евросоюзе, в том числе в Польше, откуда я родом, и в других странах. И понял, что надо бы этим заниматься. Тем более, что у меня очень талантливая жена, Иоанна. И она все разработала, она училась в школе кройки шитья, и поэтому мы начали делать. Почему именно ручной работы? Потому что мы хотели отличаться от других. Таких галстуков раньше в России не было. И ручная работа, это кропотливый труд, это то, что мы отдаем нашим клиентам. Это частичка нашей души. Прекрасно. Томаша, скажи, пожалуйста, сколько ты занимаешься уже с журналистикой? На каком это у тебя уровне? На так называемом федеральном уровне. Такого в Польше нет, конечно. Да, да. Я с 2008 года работал на радио, польское радио. Потом всегда мечтал, кстати, стать корреспондентом в Москве. Как интересно. Это была моя мечта. Моя цель в жизни. Прекрасно, что ты достигаешь результатов. Да, я слишком рано это сделал. Я даже не ожидал, что так рано стану корреспондентом. Мне было 29 лет. И мне повезло. Конечно, есть счастье в жизни, но есть еще работа, работа и еще раз работа. Совершенство, работа, учеба. И это все надо совмещать. Счастью надо помогать, как говорится. Томаш, среди наших подписчиков не только мужчины, не только ребята, которые увлекаются стилем, но и девушки, которые тоже следят за собой. И помогают своим мужьям, либо своим ребятам помогать выводить стиль на нужный уровень. Расскажи, пожалуйста, женской половине, какое у тебя семейное положение. И ты кому-то передашь свои навыки? Конечно, я женат уже тоже 7 лет. Кстати, я приехал в Москву неделю после свадьбы. Я женился, и вот этот месяц, как он называется, медовый, да? Медовый месяц. Да, вот я приехал в Москву сам, без жены. Вот это интересно. Но у нас трое детей, две дочки и самый младший сын. И как бы галстуки, это тоже была идея совмещать дом, детей и работу. Потому что жена в основном работает дома. И так все началось. Она была беременной, она шла галстуки. Друзья, обращаю ваше внимание, у нас все-таки не только стилистика и не только, наверное, скажем, beautiful индустрия, но и бизнесовая тоже тематика присутствует. Обратите внимание, что у Томаша, когда супруга находилась в стадии беременности, для того, чтобы просто не сидеть на одном месте и приносить какую-то пользу семейному бюджету, человек начал шить галстуки. И это не вынужденная ситуация, а человек таким образом реализовывает свой какой-то потенциал. Обращайте, пожалуйста, внимание на это. Томаш, скажи, пожалуйста, меня всегда интересовал вот такой вопрос. Очень часто говорят про сложение галстуков. То есть, там, у кого-то, я не очень большой специалист в галстуках, могу ошибаться, где-то три сложения, я так понимаю, пять сложений, семь сложений. Скажи, пожалуйста, а в чем разница вообще, и как они отличаются, на что это вообще влияет? Ну, в общем, по-моему, есть одна разница. Пять сложений, семь сложений ты просто теряешь больше очень красивой ткани. И мне ей, если честно, жалко, потому что если красивая ткань, складывать, еще прятать ее внутрь, это, конечно, жалко, если превосходная ткань, как у нас с Англией и с Италией. А какие бренды, какие марки вы используете ткань, ну, из чего шьете? Мы шьем сейчас в основном гладкий шелк из Великобритании, и еще раньше первые коллекции отшивали из итальянских тканей, это дикий шелк, шантунг, это шелк гренадин и тоже гренадин с добавлением шерсти, и еще были галстуки, это смесь шерсти с шелком. Мы искали вот то, чего нет, фактуры, фактура, фактура. Можно отличаться, да, даже если у тебя однотонный галстук, ты отличаешься, ты привлекаешь внимание, потому что он фактурный. Сразу человек на это смотрит. Фактурный, то есть он имеет какую-то, скажем, неровную поверхность? Да, да, да. Скажи, пожалуйста, Томаш, а существуют же какие-то сезонные галстуки, да, например, в зимний период, там, одни галстуки в летний период, другие. Я вот слышал, что в зиму, в зимний период люди росят как раз именно такие вот тяжелые, какие-то даже, возможно, плетеные галстуки. Что ты думаешь об этом? Ну, я скажу так, это зависит от настроения. В общем, говорят, что, например, гренадин, это галстук, который такой довольно прозрачный, и его считают летним. Но сейчас, пожалуйста, март, зима, я его ношу. Это зависит от настроения. Конечно, если у тебя шерстяные галстуки, как у тебя, да, довольно такая плотная и объемная шерсть, ну, конечно, лучше носить по сезону зимой. Но это далеко не факт, что это надо так делать. Здесь пастмодернизм у нас и фристайл. Так что надо комбинировать, надо искать свой путь и просто подобрать, подбирать аксессуары по настроению. Прекрасно, друзья, подбираем галстуки по настроению, а не по сезону. Главное, чтобы, в конце концов, не выглядеть и казаться, а быть и соответствовать. То есть, вы стараетесь дополнять именно свое настроение. Я правильно говорю, Томаш? Да, но, конечно, если у вас твидовый галстук, да, ну, конечно, летом не очень. Хорошо, принято. Томаш, скажи мне, пожалуйста, как ты начал, сколько ты тканей первый раз закупил, и насколько тебе вообще было тяжело стартануть? У вас сразу пошли продажи, или вы сначала работали, так сказать, в стол, и не было понимания, куда вы будете реализовывать эти галстуки? Я же правильно понимаю, ты на сегодняшний день свои галстуки отшиваешь, и они у тебя представлены в разных точках продаж, правильно же? Да. Расскажи, как у тебя начиналось все? Начать было очень сложно. Прежде всего, мы искали очень долго то, что внутри галстука, то, что является душой галстука, это подкладка, она должна быть уникальной, она должна быть сделана с шерстью, которая вообще не мнется, которая сразу возвращается к своей форме. Это как бы душа галстука, это то, что внутри, то, что каждый человек может у нас посмотреть, чего нет в галстуках, которые с подкладкой, которые покупаешь в магазине, ты не знаешь, что внутри, не видишь душу галстука. Как сайт ваш называется, подскажи? Наш сайт называется foreignhand.ru, и там еще вот эта штука, не знаю, как она называется по-русски, и варсуте дальше. А, ты имеешь в виду, в смысле, несколько направлений, или что я не совсем понял? Ну, у нас своего собственного сайта пока нет. Так, собственно, сайта нет, хорошо, страничка у тебя в Инстаграм же есть? Да, в Инстаграме есть, в Фейсбуке есть, да. И есть еще интернет-магазин, где мы находимся, это магазин foreignhand, и там все наши изделия. Судя по всему, я понимаю, здесь самый большой ассортимент у тебя галстуков, и вообще одежды для создания какого-то лука, правильно? Можно сказать, здесь наш дом. Прекрасно. Томаш, давай вернемся все-таки к разговору, рассказывай, как у тебя начало происходило, насколько тебе было тяжело, потому что я тебе совершенно точно гарантирую, среди подписчиков есть люди, которые хотят заниматься, возможно, одеждой, возможно, галстуками, кто-то хочет чистить ботинки, кто-то ремонтирует одежду. Есть люди, которые хотят реализовать свой творческий потенциал, но в связи вот с этим информационным шумом, который сейчас в нашем мире, ну, просто, мне кажется, настолько уже серьезно преобладает, что практически на верхней, наверное, предельной точке находится, и люди не могут подойти качественно к этому процессу. И они, возможно, у тебя выхватят какие-то свои лайфхаки, чтобы где-то там, возможно, в очень далеком регионе просто им начать стартануть. Расскажи вот свой путь. Ну, в общем, я начал уже это говорить, да, внутренняя подкладка, это был самый сложный момент. Мы поняли, что без этого мы не начнем. И это был первый момент. Я ездил по магазинам с тканями, искал, да, Москва, искал везде, покупал какие-то бортовки даже для пиджаков, разные моменты, но поняли, что это не то. Был интересный случай. Я показал такую подкладку, сказал, что это шерсть, а мне одна женщина в магазине отрезала кусочек и взяла зажигалку, чтобы проверить. Да, это шерсть. Она просто не верила. И так это было сложно. Мы поняли, второй момент, искали ткань. Ткань, ткани, которые в Москве, это обычно все по случайности, да, что-то там есть в стоках, что-то привезут и что-то купишь. Но по галстукам есть ткани, которые, которые, в общем, ну, не то, далеко не то. И мы начали, да, начали с этого, да, ткань и подкладка. Надо было поехать в Италию, мы это поняли, поехали в Комо. Комо, это что такое? Комо, это озеро Комо и город Комо, регион. Я думал, с вами. Регион, это там, где делаются практически все галстучные ткани. Есть два таких известных региона, откуда у нас ткань, короче. Это Комо, озеро Комо и Макклсфилд в Англии. Это мы оттуда берем сейчас этот английский шелк. И получилось так, что мы устроили несколько встреч, заказали ткань, посмотрели образцы. Мы начинали с нуля. У нас не было никаких контактов, никаких связей. Я даже не знал никого, кто работает в бизнес-индустрии или в одежде, кто мог бы что-то подсказать. Просто это было все. Мы начинали шаг по шагу, сами по себе, работая. И уже два года, как мы работаем почти, и все-таки я всего еще учусь. Это долгий путь, мне кажется. Безусловно, любой мастер, который идет по пути развития, он каждый раз, когда он выходит на новый уровень, он понимает, что у него впереди огромный просто масштаб информации. И, мне кажется, нет предела совершенства. Нам не так повезло. Потому что бывает так, что ты начинаешь, купишь не то, не ту ткань, не ту подкладку и как бы все в мусор. Но нам повезло. Кому начинали продавать? Начинали мы первое место, в которое я пришел, это магазин Форенхенд. Я Романа знал. Конечно, лично не знал, но я знал магазин, я знал его блог, я знал, что это человек, у которого есть мнение и который... Роман, это ты говоришь? Да, Роман Герасимов, владелец этого магазина. Я к нему первый пришел. И первая коллекция, это был вот Дикий шелк, Шантунг, ткани, которые не популярны, не широко известны. И сначала было очень печально, потому что никто этого не покупал. А непопулярны и неизвестны по какой причине? Потому что, если посмотришь на эти галстуки, у них текстура довольно жесткая. Это Дикий шелк, он не обработанный, он не блестящий, он матовый, есть всякие катышки. Мне один продавец элитной обуви сказал, а что у вас не так с галстуком? Он какой-то изношен, наверное, старый. Нет, ну только что отшили. А, хорошо. Человек, который продает, предлагает обувь за там 300, 400, даже тысячу евро. То есть, ты хочешь сказать, что для того, чтобы качественно подбирать галстуки, человек должен иметь какое-то ментальное, культурное развитие. Я правильно тебя понимаю? Ну, он может это искать. Он может находить это в себя. Можешь ты всю жизнь, да, ходить в одном костюме, темно-синим, но, конечно, ты будешь менять, но можешь потом что-то поменять, да, можешь себе купить, например, костюм или сшить на заказ с другой, с другой тканью, можешь заиграть с фактурой, можешь что-то добавить к своему образу. Так и с галстуками. Можешь, у тебя есть там буквально три-пять галстуков, да, но ты можешь что-то поменять и заинтриговать, да, например, фактурой или тем, что это ручная работа. Можешь экспонировать вот кончик, который будет видно, и люди заметят, что это ручная работа, что ты уважаешь себя, что ты обращаешь на такие моменты, детали внимания. Это как бы успех полного образа. После знакомства с тобой у меня в гардеробе осталось два галстука, потому что все остальные улетели в помойку, и я понял, что те галстуки... Почему? Расскажи. Вовсе нельзя, ну, потому что я стал обращать внимание на, во-первых, конструкцию галстука это раз, во-вторых, из какой ткани он сшит, и я понял прекрасно, что они... Ну, получается, когда ты их вешаешь, он должен выпрямиться, да? Да. И не все получалось галстуки у меня выпрямляются. То есть ты обратил мое внимание, и я теперь вижу, и я понимаю прекрасно, что я не могу допустить, чтобы этот галстук просто был на мне. Ну, потому что он меня уродует, точнее он уродует мое внутреннее состояние. Да, и вот это... Наша как бы философия, это slow fashion, это покупай меньше, но покупай качество. Я очень редко что-то покупаю, если я что-то покупаю, это, в общем, единичный случай. Пошел себе не так давно костюм bespoke. Это вообще такой уровень, что после того я уже не хочу в обычных пиццаках ходить. Это очень меняет твою точку зрения. Но я тут не могу себе позволить там сшить несколько костюмов на заказ. Если я смогу шить один в год, это будет очень здорово. Прекрасно. Первый у меня есть. Да, то, о чем мы говорили, это текстура, фактура галстуков. Например, вот у нас в руках здесь гренадин. Ты спрашивал про сезонность галстуков. Да, можно его считать летним. Он практически прозрачный, если посмотреть, такая сеточка. Вот это в чем уникальность. Но это не факт, что надо его летом. Правда, он такой легкий, облегчает очень все стилизации, но это не факт, что надо его надевать. То, с чего мы начинали, это текстура, фактура. Фактура галстуков. Вот, например, шелк-шантунг. Он однотонный, но... Это вот как будто состаренный. Да. То, что мне сказал один обувщик, который предлагал обувь за тысячи евро, что изношенный, да? Вот это... И такие катышки. Фактура интересная. Ну, конечно, цвет довольно такой яркий, и это не наш суперпродаваемый галстук, так скажем. И еще очень интересные галстуки. Это шерсть. Это шерсть фланели. Это английская, она называется в Англии Wool Charles. Они обрабатывают по-своему. Ну, хотя, конечно, это, наверное, и много в этом маркетинга. И это очень приятная ткань. Она неформальна. Как раз тебе. К таким вот расслабленным образом, когда ты не в костюме, а вот носишь галстук самостоятельно. И это как бы... Это ты именно по рисунку определяешь. По рисунку и по ткани, да? Она мотовая, она не блестит, как шелк гладкий. Ну, и в основном, то, что у нас, как бы, сейчас главный продукт, которого больше всех, это гладкий шелк. Очень приятный. Это уже прям классика. Напечатанный в Англии, да. И тоже по расцветке стараемся... Он на ощупь очень холодный. Да. Ну, шелк, в общем, сам по себе это уникальная ткань. Почему я тоже люблю шейные платки? Потому что шелк летом охлаждает, а зимой дает тепло. Согревает. И это очень-очень приятно. Цвет тоже не случайный. Бутылочная зелень это цвет нашего бренда. Такой подзабытая классика, которую мы тоже хотим возрождать. Томаш, скажи, пожалуйста, у нас вот скоро 8 марта. Девушки, естественно, ждут подарков. Ты мог бы порекомендовать что-то именно девушке на 8 марта? Конечно. У нас есть отличные платки. Это тоже английский шелк. Края подшиты вручную. Размер 65 на 65 сантиметров. Очень интересные живые рисунки. И их можно носить как на шею завязывать, так и, например, к сумке. К женской сумке. Это очень тоже красиво сочетается. И это то, что нужно дарить женщинам на 8 марта. И я тебе больше скажу. Вот женские платки, они лучше всех продаются. Прекрасно. Магазин мужских аксессуаров, а мы продаем женские платки. Хотя, на самом деле, это унисекс. Это не написано, что это женские. Но просто по размеру, да, и по тканям, но более всего, они женщинам подходят. Но если мужчина будет покупать этого, ничего страшного не произойдет. девушки с мордой гораздо ближе. Да, 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 и они больше ценят вот ткань. У тебя каждый платок упаковывается в индивидуальную коробку? Да, у нас коробки тоже. Мы старались делать все на высоком уровне, поэтому коробки с твердого материала, еще вот такой мягкий поролончик идет, чтобы все было аккуратно на высоком уровне. Коробки не дешевые. не дешевые. Это, ну, тоже все влияет на себестоимость. Ну, как подарок, пожалуйста, это прекрасно. Если отправляешь по почте тоже, это не сломается, не помнется, это надежный материал. В Европу уже отправили галстуки? Ну, мы в Европе находимся, в Варшаве у нас тоже есть друг мой, портной. Как магазин называется, или ателье? Ну, в общем, это ателье Себастьяна Жуковского, известного польского портного. Ну, и у него ник name Warsaw Taylor. Так можно его найти в Инстаграме, например. И там мы тоже продаем галстуки. Там, ну, там тоже свой уникальный клиент. Представлены у вас еще и бабочки? Это бабочки не наши. Это бабочки Романа Форнхенд подходят. Томаш, ты хотел что-то еще добавить? Да. К твоему рассказу? Хотел добавить. Хотел добавить одно, что у галстука довольно такой плохой пиар. В Питере пить. Посмотрите на клип. Парень уваляется. Подожди, в Питере пить это шнур. Да, да, да. Уваляется парень с работы. Всех послал. И что первое делает? Снимает и выбрасывает галстук. И вот мы тоже с этим хотим бороться. Что галстук это должно быть то, что тебя дополняет, а не то, что ты заставлен носить, надевать. Потому что ты работаешь строго по дресс-коду. Дресс-код во всем мире умирает. Уже больше не заставляет нас ходить в костюмах и в галстуке. Сейчас это наш уже выбор. Это с одной стороны плохо, потому что продажи падают, с другой стороны хорошо, потому что люди сознательно будут покупать. Томаш, скажи, пожалуйста, а сколько галстук может служить? Вот галстук ручной работы, хорошо сшитый, правильной конструкции, из правильного материала. Насколько его хватит? Долго, очень долго. Главное ухаживать за ним. Я спрашиваю к тому, что люди покупают предположим за 2-3 тысячи рублей, обычные, я не могу сказать пластмассовые или не пластмассовые, я не очень сильно разбираюсь в тканях. И вот, например, взять твой галстук. Кстати, какая цена у галстука розничная? У нас цена от 4 тысяч до 7. Вот смотри, получается, если у вас от 4 тысяч рублей, люди иногда предпочитают купить за полторы за 2 тысячи рублей в магазине. И, конечно же, многим людям непонятно, сколько будет служить этот галстук и почему они в самое главное должны купить галстук правильной конструкции, а еще и в предпочтении может быть даже ручной работы. Ну, потому что, я думаю, что если сегодня потрудиться, можно, наверное, и за 500 рублей что-то там найти. Ну, конечно, можешь купить галстук за 500 рублей с микрофиброй или с полистра, который сделан на машинке у массового китайского производителя это как бы твой выбор. Но, в общем, ты можешь тоже ходить в полистровых костюмах, да, это как бы твой выбор. И мы никого не заставляем, чтобы покупать галстуки, но мы рассказываем, что такой галстук, если за ним ухаживать, будет служить вечно. Главное это развязывать узел, поносил галстук, снимаешь, развязываешь узел, или его вешаешь на вешалке, или просто скручиваешь в рулик, и он хранится в шкафу, например, да, и ты, и он будет долго служить, конечно, если не запачкаешь там супчиком, да, сметанкой с борща и так далее. Химческую можно делать? Конечно, химческую даже нужно делать, если это необязательно, и делать ее сразу. Ты запачкал, сразу отнеси в химчистку, сухая химчистка, она должна справиться с пятном. Друзья, хочу поделиться своими наблюдениями, вот именно вот эти массовые галстуки, которые как раз, ну, скажем так, из бюджетного сегмента, вот они могут не пережить химчистку, очень легко может сойти и краска, и сама структура галстука может потеряться. Там может лопнуть нитка, например. Вот у меня такое было, к сожалению. Тогда я не был знаком с тобой. Хорошо. Прекрасно. Это мой успех, я очень рад. Кстати, я часто шучу, что я такой вербовщик, иностранный агент, который вербует людей на хороший стиль. Это мне очень нравится. Так что, если я тебя завербовал, это здорово. Это прекрасно. Спасибо, Томаш. Томаш, скажи, пожалуйста, ты не устал от всего этого дресс-кода, от всех этих галстуков? Отличный вопрос. И давайте теперь поговорим о шарфах. Андрей, ну, я с тобой знакомый достаточно давно. Я знаю прекрасно, что ты очень давнешне здесь можно сказать обитатель этого магазина и пользователь. Расскажи, пожалуйста, нашим подписчикам кто ты и почему собственно ты вообще имеешь право рассказать что-то о стиле и о шарфах. Отличный вопрос. Добрый день. Меня зовут Андрей Покатаев. Я консультант по стилю энтузиазм классической одежды и обуви. Я занимаюсь этим примерно с 2005 года. То есть достаточно давно. И сегодня я с позволения Сергея расскажу вам о том и покажу как нужно завязывать три узла шарфа, чтобы быть не похожим на других, чтобы как-то выделяться в толпе. Итак, начнем. У меня в руках прекрасный кашемировый шарф от Варсутай и сейчас я вам покажу самый первый, самый простой, но все-таки оригинальный узел. Вот так вяжут большинство людей, но мы не хотим это называется французский узел, мы не хотим выглядеть как все, мы хотим претендовать на оригинальности, поэтому выглядеть как-то более-менее оригинально. Поэтому мы вытаскиваем один конец из этой петли и продеваем его с другой стороны. И у нас получается ни на что не похожий шарф, ни на что не похожий узел шарфа. Скажи, пожалуйста, у тебя уже есть какие-то результаты, которыми ты гордишься в плане галстуков, в плане производства, в плане ваших каких-то достижений с супругой? Ну, главным достижением это то, что мы еще существуем, потому что были сложные моменты, хотелось все бросать, жена тоже расстроилась, когда были такие ситуации, что мы делали какое-то мероприятие, и никто ее не замечал. Замечали только меня. Мне как лицо, как мужчину, а женщина, которая все это сделала, она стояла сбоку, и она расстроилась. И это был сложный момент. Не надо было долго уговаривать, что надо еще попробовать другой подход, другие ткани, возможно, чтобы такой более-более консервативный, более для людей, поэтому мы решили идти в сторону гладкого шелка, но не отказывая от фактурных, текстурных тканей. То есть, получалось так, что у вас рынок просто не понимал? Да, потому что мы сделали новинку, и просто люди смотрели, и они не могли долго понять, что это. Мы продвигали, мне казалось, в общем, если честно, я думал, что мы делаем уникальный продукт, клиенты сами будут приходить. Это далеко не так. Ты можешь сделать самый лучший, самый качественный продукт, даже в доступной цене. И если люди об этом не знают, никто не придет к тебе. И это тоже как бы мой лайфхак, такой опыт, с которыми я хотел поделиться. Я всегда своим подписчикам рассказываю, если речь заходит о каких-то обувных мастерских, возможно, или о именно формировании обувной мастерской, что нужно стараться делать не только качественно свою работу, не только работать над технологиями, но еще и создавать определенные настроения для человека. Конечно, человек должен прийти к тебе и получить определенные эмоции. Кто-то хочет от тебя чему-то научиться. И если ты способен на это, то, как мне кажется, ты в этот мир несешь только какие-то позитивные эмоции, и естественно, к тебе начинают прилипать определенные люди. Это прекрасно. Например, когда мы ищем, сейчас ищем клиентов среди МТМ-ателия, потому что мы понимаем, что, конечно, индивидуальный клиент, он самый ценный для нас, потому что это выбор человека, но чтобы развиваться, надо искать тоже пути продажи, даже не по своим брендам, а развивать нашу мануфактуру. Мы отшиваем определенное количество для определенного ателье, и идем вперед. Но нам часто говорят, у вас цена такая и такая, а у нас итальянцы делают дешевле, а это Италия. Я говорю, ну ладно, значит, вы не наш клиент, мы не будем объяснять, что мы не можем конкурировать с какой-то Италией, извините за выражение, потому что там традиции, масштабы, люди работают, мануфактура, которая отшивает тысячи галстуков, они могут себе позволить дать цену ниже, но они этого не делают вручную. У нас работают мастера в Москве, здесь остаются все деньги, это тоже для нас имеет значение. Прекрасно. И мне кажется, еще добавлю, извини, что перебиваю, что этот тренд Made in Russia тоже будет развиваться, что не будет стыдно покупать что-то российское. Нам тоже Дмитрий Васвилов с Дебезгайд делал обзор галстуков, там писали, что как можно русские галстуки от выходцев с Польши покупать за такие бешеные деньги. Люди сначала будут понимать, что лучше купить один галстук, чем пять со скидками в магазине и просто ухаживать за ним, уважать это и уважать себя. Мне эта точка зрения очень близка и на самом деле я считаю, что ты знаешь тоже приходится на самом деле объяснять можешь купить блэйк, купить гудер вальтент. Лучше одну пару но хорошую. Конечно, конечно, желатель надье. Как минимум. Лучше пять. Да, семь, десять нормально. Продолжаем фигачить с тем же шкашемировым шарфом. Давайте начнем с моего, продолжим с моим любимым узлом. Также один конец оставляйте короткий, второй берете подлиннее, один оборот. Один конец шарфа продеваете снизу в эту петлю, в образовавшуюся петлю продеваете второй конец шарфа. Затягиваете и давайте посмотрим, что получилось. У вас получилось два оборота шарфа, как у меня хиши мир, и здесь образуется треугольник, который прекрасно закрывает ту часть, которая обычно открыта благодаря расклоном пиджака. очень плотный, очень теплый узел, ну а на весну достаточно приятный. Мне очень близка твоя философия, я рад на самом деле, что ты как не россиянин понимаешь прекрасно, что насколько важно, чтобы деньги оставались здесь, в России, то есть человек заработал эти деньги, потратил здесь же, в России, эти деньги ушли, грубо говоря, на налогообложение, соответственно, семья потратила в магазинах, ну и в общем, зациклена цепочка, то есть таким образом, естественно, наша страна будет развиваться, это прекрасно, но это относится не только к России, но и вообще к другим странам, а у нас получается так, что мы потребляем постоянно импортный продукт, и все деньги уходят из нашей страны. Да, еще вот этот продукт обычно намного дороже, хотя, если честно, пошив в Москве и Подмосковье очень дорогой, это, ну тут люди просят тоже бешеных денег, и мы стараемся снизить себестоимость, но это сложно, потому что или хочешь сделать качественный продукт, платишь дорого, или делаешь побыстрее, но это уже не то, мы как бы пока привержены, правильно, нашей философии, но возможно надо будет что-то менять в этом, предлагать что-то другое еще. Скажи, пожалуйста, а сколько времени уходит на один галстук? Зависит от опыта мастера. Ну, предположим, это средний уровень. Это 3-4 часа, потому что все делается вручную, надо положить ткань под углом 45 градусов, раскроить ее, аккуратно, потому что шелк, например, он очень скользкий, надо тут быть очень аккуратным, потом надо положить подкладку внутреннюю, иголками аккуратно все сложить, еще сделать края, вот, рулик вручную, это очень долго занимает, скручиваешь ткань и аккуратно ниточкой обматываешь, это очень долгий процесс, поэтому каждый галстук, он другой, он отличается друг от друга, это тоже мне очень нравится, и потом сшить главный шов, сделать закрепку, вот эту петлю, которая тоже говорит, о качестве галстука, вот эта петля, тут надо, наверное, в деталях показать, Томаш, я один раз вырвал оттуда эту нитку, я достал какой-то галстук, помню, у меня там нитка висит, и я такой думаю, вот, купил какую-то ерунду в магазине, и я такой вырвал оттуда. Поэтому это труд, кропотливый труд мастера, мы это очень ценим, еще хотелось бы, чтобы клиенты это больше ценили, ну да, и не было ни одного случая, что пришел недовольный клиент, все довольны, и это как бы наш главный успех, то, что мы существуем, и то, что довольны клиенты, что у нас качество, а остальное тут уже пути развития надо искать, наверное, учиться. В ваших руках лежит именно возможность по формированию восприятия галстуков, то есть каждый человек, который к вам вообще попадает либо в магазин, либо знаком просто с тобой, вот таким вот образом мы распространяем какую-то вот свою культуру на других людей, и с каждым разом у тебя будет становиться все больше и больше клиентов, и рано или поздно ты просто достигнешь какой-то определенной точки, такой, скажем, лавинной, и у тебя клиентов будет огромное количество. Самое важное, что главное, чтобы предприятие по факту дожило до этого уровня, и чтобы вы достигли именно тех продаж, которые вы запланировали. Томаш, расскажи, какие продажи ты запланировал на 2019 год? Я бы хотел продавать несколько десятков галстуков в месяц, если я бы продавал там примерно, ну я, мы, да, с женой, мы с нашими всеми партнерами продавали 30-50 галстуков в месяц, это был бы большой успех. Мы не можем масштабировать, да, это никогда не будет массовый продукт, и мы ставим как бы акцент на то, что это ручная работа, что это ниша, узкая, довольно узкая ниша, и это сложная работа, потому что если я бы делал, например, там шнурки, да, для обуви, и могу их продавать массово, а тут определенный клиент, человек, который сознательно носит галстук, не человек, который просто надевает, потому что он там чиновник или кто-то, он сознательно носит. Конечно, есть тоже клиенты, которые покупают галстук, потому что покупают галстук, но в основном, по моему опыту, наши клиенты, это люди, которые сознательно носят галстук, они просто понимают и хотят это делать, хотят красиво потом вязать узел. Я правильно понимаю, тебе, ты на 2019 год поставил задачу 500-600 галстуков в год подшивать? Это нереально. Ну, ты говоришь, вот 30-40-50. Я бы хотел, но мы медленно идем к этому пути, но это еще далеко, далеко вперед. Скажи, а ты какие-то инструменты для развития своего предприятия используешь? Я имею в виду, это какие-то рекламные каналы. Как ты развиваешься вообще? Как ты людям рассказываешь о том, что есть вот на этом свете Томаш со своей супругой, которые шьют галстуки? Как ты это делаешь? Ну, я начинал совсем сам. У меня не было никаких знакомых, которые там стильно одеваются или в этой индустрии где-то работали или работают, или которые могут помочь. Я просто был, с женой мы были одиноки. Мы просто начали, да, сделали вот эти галстуки, а потом подумали, блин, а как мы будем их продавать? Так что мы начинали как бы с такой точки зрения, ну, это хобби, увлечение, да, мы подумали, вот так надо начинать по-европейски, или не по-европейски, а в таком бизнес-проекте, что ты начинаешь со своего хобби, покупаешь ткань, отшиваешь, потом постепенно развиваешься, растешь и можешь думать уже о других путях развития, но это все медленно, мы, поэтому я познакомился с многими людьми и выходил на них через инстаграм, через фейсбук, вот, знакомились, создавали даже группу московских джентльменов, встречаемся регулярно. То есть ты просто стучался к людям в надежде, что тебе кто-то ответит и пытался настраивать как-то диалог и предлагал свою продукцию. и сейчас тоже так продвигаем через инстаграм, в основном, это наш основной канал, потому что в нем будущее, мне кажется, в этом канале. Фейсбук многим уже надоедает, уже отклик от фейсбука падает, а инстаграм это, мне кажется, будущее. Может, что-то еще за это время новое кто-то придумает, но пока, мне кажется, инстаграм это самый правильный инструмент, но там люди молодые в основном, а молодые люди пока смотрят, пока не готовы, пока не платежеспособны часто, но эта работа с нуля такая просветительская немножко работа, это миссия, такая идея, чтобы продвигать, чтобы менять мир вокруг, чтобы он становился красивее, чтобы мужчины ухаживали за собой. Уже сколько барбершопов в Москве, есть хорошие мастерские, где можно занести свою обувь, и мне кажется, что это будет идти в эту сторону, что мужчины уже поняли, что им тоже надо заботиться за собой, ухаживать. Разрез между женщинами в России, а между мужчинами это вообще пропасть, это космос какой-то. Это всегда шок для любого иностранца, который приезжает в Россию, видит девушку, миллион долларов и парень, который вообще третий узел, как обещал, у нас три узла. Трехи уже немножечко галстучный узел, он по-своему сложен, но в нем тоже на самом деле нет ничего сложного, сейчас увидите. Оставляем большую петлю, переворачиваем ее, сверху продеваем один конец шарфа и туда же в эту петлю второй. Затягиваем, расправляем, у нас получается такой неврежный, похожий на галстучный узел, который также прекрасно закрывает грудную клетку. Большое вам спасибо. Спасибо, Сергей. Слушай, вообще круто. Огонь, да. я не знал, подожди, руки убери. Видишь, какая у нас команда? ты пошел, Томаш, таким же тяжелым путем, как и я когда-то, ты начал сначала производить продукты, только потом подумал, куда его продавать. Да, да. когда-то, когда-то я в свое время привез огромнейшее количество продукции из американского розового кедра, я привез 24 поддона и я помню этот период времени, когда я вложил примерно около 150 тысяч долларов и я такой думаю, а куда же я буду это все продавать? Ну, у меня были уже, конечно, какие-то там наметки, но я был молод, слушай, не опытен, все это было на энтузиазме, поэтому я тебя очень хорошо понимаю. Вообще, на самом деле, друзья, правильные бизнес-модели, это обязательно, если человек, например, прагматик и он понимает прекрасно свою именно структуру финансов, нужно сначала понять, где вы будете реализовывать, куда вы будете реализовывать, в каком количестве, сколько денег вы на это потратите и только после этого нужно производить продукцию. Ну, потому что это все-таки выгоды извлечения. Томаш пошел творческим путем, точно так же и я когда-то в свое время, это не совсем, конечно, правильно. Но с другой стороны, это наш путь, мы формируем себя. это путь человека. Ты, как человек творческий, да, идешь своим путем. Может, это неправильно, но то, что мы сидим здесь и здесь висят наши галстуки и здесь наши платки, это говорит, что, ну, может, это правильный путь. Пока ответа нет, потому что это зависит от клиентов, от того. ответ уже есть, Томаш, галстуки и платки производятся? Да, производятся. Они продаются? Продаются. Результат налицо? Но не в масштабах, которые могли бы позволить, например, мне бросить свою работу и заняться только этим. Я бы не выкормил детей и семьи. Поэтому это все еще как хобби. Хобби, увлечение. Отдаем душу, делаем все, что можем для продвижения и как бы для, ну, даже вопрос не в том, чтобы продать. Конечно, но я не буду там говорить, что не хочу продавать. Конечно, хочу продавать. Но вопрос тоже в том, чтобы вот сознание менять людей, чтобы перевоспитывать вкусы людей. Это тоже очень важно, потому что это в нашу пользу будет работать все. Но у вас же идет увеличение продаж из года в год? Да, да, да. Говорит о том, что вы идете по правильному пути. Просто, возможно, он у кого-то быстрее, у кого-то он короче. Хотя бывает месяц, когда мы продаем там несколько галстуков. Ну, это довольно печально, но как бы с этим надо тоже смириться. Скажи, а ваши клиенты, это только мужчины или девушки тоже что-то покупают? Да, девушки тоже покупают. Что? В общем, платки покупают и галстуки, и шарфы. А, вы еще и шарфы производите? Ну, мы не производим сами, потому что это надо уже технологию, и вот это все, что нужно для произведения. Но мы заказали для себя, конкретно в итальянской мануфактуре, несколько шарфов. И как бы тоже хотим продолжать это. Качество устраивает? Да, да, да. Чистый кашемир. Правда, галстуки, вот шарфы не для всех, потому что, ну, кашемир довольно такая ткань. Надо с ней аккуратно обращаться. Не на каждый день. Как и, например, галстуки с гринобина, это очень тоже аккуратно. Можно зацепку сделать, царапку какую-то, кольцом чем-то. Надо аккуратно относиться. Но если у тебя такой галстук, ты будешь аккуратно относиться. Томаш, скажи, пожалуйста, я знаю, что есть институты психологии, которые по образу и подобию человека, ну, по каким-то критериям, да, визуальным, могут, ну, гипотетически сформировать психологический портрет. Что ты думаешь по поводу этого? Что ты думаешь по поводу сочетания цветов и каким образом влияет вообще, скажем так, визуализация на оппонента, да, с которым, возможно, мы ведем переговоры, с которым мы взаимодействуем, например, при каком-то, при каком-то совершении сделки, потому что очень часто бывает так, что люди, которые приходят, например, на заключение каких-то договорных отношений, они не удосужили себя одеться хорошо, они не удосужили подстричь ногти и иногда даже ребята не причесываются. Вот скажи, пожалуйста, есть ли, как правильно это сказать, есть ли вот именно с психологической точки зрения уже вот прям доказаны какие-то факты о том, что если человек следит за собой, если человек формирует свой внешний вид, это равно внутреннее его самочувствие? ты знаешь, ты есть тем, что ты ешь, да, то, что ты ешь, ты тем есть, поэтому можно это переключить на то, как ты одет, ты тем есть, да, правильно я говорю? Да, безусловно, согласен. Вот, и если развивается вот эта вся экоиндустрия, люди пытаются вот здорово, хорошие продукты, качественные, это надо тоже идти в эту сторону по одежде, да, зачем покупать там по скидкам три рубашки, которые слишком короткие или слишком не такие, лучше взять одну, но зато качественную, так и с галстуками, надо вот в этом направлении двигаться, по поводу психологии, конечно, когда собеседование есть, да, на что обращается внимание? На детали, ищешь деталей, да, ищешь чего-то интересного, что привлекает твой глаз, это обычно, ну, конечно, это всегда лицо, это руки, это обувь, это деталь, если у тебя галстук, да, тоже все смотрят, платочек очень привлекает внимание, не понимаю, почему мужчины этого аксессуара боятся, скажи, пожалуйста, они не хотят, чтобы на них смотрели, может, в этом проблема, может, все-таки еще в голове осталась такая, какая-то уравниловка, да, когда это была советская уравниловка, все сфера, сейчас, как бы, уравниловка, кежуализация, такой, кежуализация, мы все модные, но все так же одеты, какие-то протертые джинсы, это вообще, забудьте, ребята, об этом. Не все готовы к избыточному вниманию, потому что некоторые люди просто комплексуют от этого, и иногда, вот даже у меня знакомые, какие-то, скажем так, всплывают, я им говорю, ребят, дополните свой образ платочком, потому что карман в пальто, он предназначен как раз именно для платка, и ребята говорят, что они не хотят какого-то избыточного внимания со стороны, вот, это психология, это психология. Скажи, пожалуйста, ты вот сказал по поводу собеседования, это в Европе, когда человек устраивается на работу, с ним проводят собеседование, и, естественно, работодатель прям мониторит, прям считывает человека, как он одевается? Любой человек всегда, хотя есть поговорка, что не можно по одежде оценивать человека, все это делают, все равно, все это делают, все смотрят на детали, и мужчины, так мужчины, как мужчины, так женщины, и все, всегда, если мы собеседуем, да, я смотрю на твое лицо, я посмотрю на твои руки, посмотрю на твою обувь, и посмотрю на вот моменты, воротник, галстук, узел, это что, все на что смотрят. ты знаешь, Томаш, извини, еще то, какие у тебя аксессуары, говорит о твоей уверенности в себе. Ты знаешь, Томаш, мне один мой знакомый когда-то сказал, что он не знал меня, не был со мной знаком, и жил просто спокойно, потому что я его погрузил в обувную индустрию, и человек начал мучиться, он полностью заменил свой гардероб, и он теперь не может носить обувь, ту, которую он раньше носил, ты знаешь, я тебе скажу так, вот мы с тобой уже сколько раз встречались, и я с каждым разом, с каждым нашим разговором все больше и больше начинаю теперь мучиться, потому что я понимаю, что мне есть над чем работать, что мне нужно пересмотреть много своих вещей в гардеробе, и в общем-то, что я не всегда однозначно раньше выглядел. Вот, знаешь, я, например, еще когда приезжал, весил примерно 115 килограмм, я начал заниматься спортом, это как бы был первый шаг к стилю у меня, это был спорт, это желание похудеть, выглядеть лучше, я потом, оказалось, что я похудел на 15 килограмм, и все вещи стали просто большими, я начал вот эти мои пиджаки перешивать, это бешаные деньги тоже стоят, укоротить рукав, сузить, отшить рукав здесь, это очень дорого, дешевле получается часто купить новый просто пиджак, чем это переделывать, но вот так началось, мне было жалко просто некоторых вещей так отдать, выбросить, и сейчас я понимаю, что вот это ошибка, надо избавляться от вещей, которые тебе не служат, которые у тебя есть, но ты все равно не хочешь их надевать, потому что не подходят, не то, надо с этим расставаться, и создавать базовый гардероб, когда у тебя несколько рубашек, две пары обуви, как минимум, но зависит тоже от твоего дресс-кода, если ты работаешь при строгом дресс-коде, два костюма должны быть, но это базовый гардероб, минимальный, с которым ты можешь сочетать, комбинировать, и остальное можно легко выбросить, чем меньше вещей в гардеробе, тем лучше. Интересно. У меня есть знакомый, который имеет, по-моему, как Эйнштейн, семь одинаковых рубашек, семь галстуков, семь одинаковых брюк, и семь одинаковых пар обуви. И вот, это стиль. Он инженер. Он инженер, да, математика, да, семь дней в неделю, каждый день меняем. Причем, парень молодой, ему, по-моему, 28 или 29 лет, он просто говорит, что он не хочет думать об этом вообще. Ну, то есть, он купил хорошую, качественную обувь, вот он мне как раз, кстати, сказал, что он раньше жил спокойно. А потом, просто он понял, что ему нужно купить просто одинаковых семь пар. Я тоже, когда начинал с обуви, это пошло. И даже был такой момент, что жена поставила мне запрет на покупку обуви. потому что я, когда купил себе там Оксфорды, да, Уолкот Шоус, потом купил себе какие-то замшевые Оксфорды тоже, но на кожаной подошве, еще Монки, еще вот такие, потом понял, что еще не хватает вот этих, вот этих, и так можно идти долго. Скажи мне, пожалуйста, вот ты построил свою стратегию, да, ты идешь к определенному количеству продаж, а какие продукты в перспективе ты еще планируешь выпускать, ну, то есть, на что ты обращаешь внимание, вот к чему, что ты будешь еще подключать к галстукам? Ну, в общем, у нас идея бы была создать свой бренд, классической одежды. Как он будет называться? Так, таки, варсуте, мы произносим варсуте, это варсуте, это название от латинского слова Варсовия, Варшава и, конечно, Тай. Но, если кто-то говорит варсутай, мы, пожалуйста, тут фристайль, тут у нас пастмодернизм, называйте, как хотите. И мы на этом, на этом хотим построить весь бренд, но мы понимаем, что это очень сложно, что это большие затраты, что хотели, вот, галстуки запустить, как такой тест-драйв, понять, насколько есть клиенты, которые готовы, если они покупают такие галстуки, которые готовы покупать пиджаки, сшиты с качественных тканей и так далее. То, что, конечно, стоит дороже, чем обычные костюмы, пиджаки, но мы, как бы, к этому хотели бы идти. Шить тоже рубашки, тоже классика, вокруг все классики. Ручная работа? Нет, 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 Ну, возможно, с ручными моментами какими-то, но это уже, ручной работой рубашки никто не купит, она будет очень дорогая. Я тебя понял. Ну, с одной стороны, наверное, это правильно, потому что рынок галстуков, он очень узкий, и, по идее, если ты видишь в этом потенциал, я имею в виду, именно по продаже галстуков, то, скорее всего, потенциал, именно костюмы, брюки, жилеты, не знаю, подтяжки, в конце концов, я думаю, да, подтяжки, носки, мы вот, хотим развиваться, носки, подтяжки, шарфы. Когда первые подтяжки, первые носки? Ну, уже хотел покупать подтяжки, но взял паузу. Пока взял паузу. Еще есть такой момент, что мы переезжаем, уже контракт заканчивается, я его заканчиваю. Контракт на твою основную почту? на телевидение. И мы переезжаем в Варшаву летом. Как же здесь? Все оставляем здесь. А, все останется? Да, все останется. Я надеюсь, что я буду регулярно приезжать и развивать это, потому что мне интересно развивать это конкретно в России. Я говорил, что я уезжаю, чтобы вернуться. Томаш, скажи, пожалуйста, вот, как ты считаешь, как нужно правильно ребятам нашим подбирать галстуки? Либо платки, либо шарфы. То есть, на какие критерии нужно обращать внимание? Ну, прежде всего, тут полноценный мастер-класс. Одну минуту. Нет, это не полноценный. Вот буквально в двух словах. Вот представь себе, что там смотрит на тебя молодой человек, который только-только вот прям начал расти, начал развиваться, начал хорошо учиться, вообще осознал себя в этом мире. На какие критерии, ну, буквально вот три критерия, на которые ему нужно обратить внимание? Ну, первый вопрос, надо себе задать такой, что я хочу сказать этим галстуком? Почему я его надеваю? Какая цель? Потому что я вынужден это делать, потому что я работаю в корпорации, и там все носят галстуки, да, они там, правда, короткие, они там узкие, парнишковые, как я говорил, но они их носят. Это первый момент. Надо понимать, зачем мне галстук? Что такое галстук? Зачем мне он нужен? А потом подбирать под основную часть своей гардеробы, да, это, ну, конечно, это рубашка, это пиджак, это то, с чем, прежде всего, галстук сочетаем. И, ну, я всегда рекомендую и с одной стороны простоту, да, белая рубашка, она может быть полезной на каждый момент. Casual Friday, пожалуйста, бери белую рубашку с пуговицами button down, это неформально, да, без пиджака, с платком, шейным, тут можешь делать что угодно. И, что ты хочешь выразить этим галстуком, да, ты хочешь заинтриговать, что-то показать, какой-то, поставить какой-то яркий акцент, или ты хочешь выглядеть очень стильно, но с одной стороны, с другой стороны, тоже консервативно. Это как бы зависит от того, что у тебя внутри, что ты хочешь сказать. Потому что галстуком ты рассказываешь про себя или о себе. А есть какие-то цветовые вот параметры, которые, знаешь, они вот как классика, например, ну, то есть, кто бы их не одел? Классика – это твои глаза. Если у тебя зеленый или синий. Под цвет глаз. Ну, конечно, можно так сочетать. Можно так сочетать, но можно сочетать по контрасту, можно сочетать по настроению. Это, в общем, галстук – это такая фишка. Тут можно надеть, например, сегодня. У меня голубая рубашка. Я могу надеть галстук на тон темнее, и это будет хорошо сочетаться, да, голубой, синий с темно-синим, например. Я могу пойти, например, в желтый галстук. Это создаем контраст, такой яркий акцент ставим. Или, например, темно-зеленый – это цвет нашего бренда, такое бутылочное зелень, подзабытый цвет мужской классики. Мы это возрождаем тоже. И он тоже сочетается, да. Смотрите на природу, то, что вас окружает. Вот желтый галстук с синей рубашкой, да, это солнце на небе. Например, зеленый галстук с синей рубашкой, это смотришь на небо, видишь дерево, вот это. И мы тоже, как бы, обращаем на это внимание. То, что нас окружает, то, что мы видим, природа, это наша инспирация тоже, природа, то, что все натуральное, как и ткани натуральные. Интересно. Томаш, всегда, когда меня кто-то приглашает к себе в гости, либо ко мне в мастерскую кто-то приходит, ребята со своей стороны предлагают какую-то некоторую лояльность. Кто-то делает какие-то дисконты по промокоду, кто-то проводит бесплатный, например, мастер-класс, кто-то, например, может сделать какой-то подарок за какой-то вопрос. Вот скажи, пожалуйста, нашим ребятам, подписчикам, вы со своей стороны, вот именно со стороны магазина, либо со стороны своего производства, вы можете что-то для людей предоставить? Потому что не все могут себе позволить, например, галстук за 7-5 тысяч рублей условно, может быть, а кто-то вообще хочет просто научиться, а кто-то может быть вообще стилем занимается и хочет просто с тобой познакомиться и пообщаться. Вот скажи ребятам, подписчикам, можешь ли что-то предоставить? Ребята, конечно, мы ценим свою работу и мы не можем дешево продавать, это кропотливый труд, он стоит определенных денег, но, конечно, можем предложить такую 10-процентную скидку для уважая тебя и твоих подписчиков, это 10-процент скидки, но с другой стороны тоже предлагаем наше мнение, мы можем вам за бесплатно рассказать, помочь подобрать аксессуар, если пришлете свое фото, как я выгляжу, что можно поменять. Фото в инстаграм они могут прислать? Да, Ребят, ссылка будет в описании. Присылайте фото, я помогу, скажу, что-то сочетается или не сочетается, если есть какие-то вопросы, ты не уверен в чем-то, напиши, мы постараемся помочь. И вот то, что мы готовы делиться за бесплатно, наше мнение, наши знания, то, что мы выработали, я конкретно, в этом мужском стиле, в моем увлечении классика, классика это самый лучший ответ, мода, она меняется, а твой стиль и классика она остается, можно конечно, она тоже движется раз в эту сторону, брюки пошире, потом брюки поуже, но все равно надо создавать свой стиль и не потеряться в этом, мода это бизнес, мода сделана для того, чтобы зарабатывать деньги, делаешь коллекцию, какой-то цвет в этом сезоне модный, все покупают, потом цвет меняется, надо выбрасывать вот это, а если ты сосредоточишься на классике, ты всегда будешь просто будешь собой с одной стороны, и будешь ну как сказать, будешь просто будешь оставаться в своем стиле, в своем жанре. Друзья, по промокоду Минаев, Томаш предоставит без проблем вам 10%, Томаш, и у меня еще один вопрос, ты готов, если к тебе придут люди из каких-то ателье, либо из каких-то магазинов, прокачать их персонал, прокачать продавцов и понять и рассказать им, какую философию ты несешь в этот мир с помощью галстуков. Конечно, мы это делаем, мы рассказываем, многие не понимают, многие... Ты, кстати, сейчас же готов к сотрудничеству, я правильно понимаю? Да, то есть у тебя еще открыта возможность с тобой работать? Да, конечно. Прекрасно. Конечно. И мы готовы, мы встречаемся, рассказываем. Ну, конечно, если клиенты говорят нам вопрос цены, ну, тогда они, наверное, не понимают, что ручная работа стоит просто определенных денег, ну, тут не снизишь себестоимость, фашива. Безусловно, есть определенные... Мы старались, но это не работает. Просто потом выбрасываешь галстук или отдаешь кому-то, кто будет носить, не показывает там деталей, да? То есть вы стараетесь работать именно с теми ателье, с теми магазинами, с теми интернет-магазинами, которые ценят вашу философию? Их очень мало. Они... И многим мы тоже открываем глаза, что можно как бы зарабатывать денег, крутим МТМ ателье по пошиву, но можно... добавить что-то, изюминку сделать, поставить какой-то акцент, то, что... то, что покажет всем, что... ну, ты ценишь, да, ты... другого уровня, ты... вот, ставишь этот акцент, да, делаешь платочек, надеваешь красивый галстук. Это изюминка. Вот то, что нас выделяет из толпы. Вот... это как бы наша философия. Прекрасно. не как бы, а просто философия. Томаш, большое тебе спасибо, что ты пригласил меня к себе в магазин, что рассказал нашим подписчикам о своих галстуках, рассказал про свою философию, вообще рассказал про свое видение этой индустрии. Я очень ценю это. Почему? Потому что вот именно как раз в этой беседе ты развиваешь меня, ты развиваешь людей, которые нас смотрят, и наш мир чуточку становится красивее. Томаш, большое тебе спасибо. Я очень тебе благодарен. Я хочу, чтобы в нашем мире было больше таких прекрасных людей с правильным взглядом на жизнь. Спасибо. Главное оставаться собой. Договорились. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok